Я хочу обратиться к вам с просьбой еще одну неделю потерпеть. Дайте нам еще одну неделю хотя бы понаблюдаем. Конечно, устали все, но это острая необходимость. Мы надеемся, что через неделю мы получим очень положительный эффект по той тенденции, которую мы наблюдаем. Я просил хотя бы до 1-го числа вообще об этом не говорить, а с 1-го числа начать обсуждать. Почему? Потому что мы хотя бы видим какую-то картину. Вот когда мы выйдем на 50% свободных коечного фонда, вот это очень важно. Посоветовал бы все-таки, если даже ослаблять, то ослаблять плату. Вот немного спустились, дальше, лесенькой, дальше, лесенькой. Постепенно, постепенно. Ну вот вчера был большой ВКС с Владимиром Адуальевичем. И мы так и предложили, что до конца следующей недели наблюдаем. Ну, опять-таки, это не мое, мы под осуждением с вами наблюдаем. Там уже смотрим. Если у нас поступление снижается, зараженные снижаются, коечный фонд освобождается, тогда мы в первую очередь открываем при условии там жесткого соблюдения и соблюдения масочного режима. Допуски в парке сферы Бульвары. При соблюдении требований Роспотребнадзора мы будем открывать парикмахерские, химчистки и другие бытовые обслужения. И если нам при этом тоже никаких у нас скачков не будет, дальше идем уже по отступе предприятия и так далее. Это очень правильно будет. Вот сейчас очень важно вот эта сопряженность всех структур, чтобы мы могли сделать правильные решения, правильные шаги. Вот каждый шаг, он должен быть четко выверен, чтобы не навредить. Мы вчера участковых врачей по всех махачкаринских поликлиникам обеспечили средствами индивидуальной защиты. Отлично. Вот. И получается, они смогут уже, ну, если не большую часть, но значительную часть на дому лечить. Вот. Потому что... Под наблюдением на дому у нас еще остаются достаточно людей. И вот эти выезды, первичная звена, хотелось бы усилить зону первичной звена. Вот тогда мы не получим их сюда. Не получим. В первую очередь, вам пытались изъезды поставлять. Вот вчера уже нам удалось накопленные запасы уже и до участкового. Отлично. 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 Уважаемые горожане, хочу от коллектива поблагодарить за то, что вы были в самоизоляции. Это, конечно, много для нас помощи было в этом. Но сегодня, когда много людей, конечно, переболело, мы увидели разные ситуации. Я хочу обратиться к вам с просьбой еще одну неделю потерпеть. Потому что к нам еще поступают пациенты. Мы еще не освободились от той нагрузки, которая позволила бы нам говорить о том, что мы преодолели критический порог. Дайте нам еще одну неделю хотя бы понаблюдаем. Да, мы, конечно, устали все. Но это острая необходимость. Мы, врачи Первого городской, просим вас об этом. Сегодня идет снижение. Оно идет ступенчато. Мы надеемся, что через неделю мы получим очень положительный эффект по той тенденции, которую мы наблюдаем. Спасибо вам за понимание.